Его ждали все, и взрослые, и дети. И он приехал, как обычно, накануне Нового года. В субботу в Иванове официально был дан старт праздничной суете. Дед Мороз 21 века ездит не на санях, а на авто. И это неудивительно. В дождь даже самые волшебные сани и поедут по мокрому асфальту. Знаю, что в Иванове люди хотят снега, хотят мороза, хотят зимы. Мы сделаем, постараюсь, не сразу, но постепенно. Готовьте сани, готовьте лопаты, лыжи. Будем веселиться по-зимнему, а не как сейчас. Тоже не люблю тепло, боюсь, растаю. Дед Мороз прибыл со своей внучкой сказочной свитой. Детвора веселилась вопреки погоде. Ивановцы уже готовы к проводам старого года. Такого неоднозначного для всех россиян. Я считаю, что год был успешным. Почему? Потому что наша страна провела замечательные Олимпийские игры в Сочи. Также касательно спортивных успехов. Трасса в Сочи, которая приурочена была к гонке Формуле-1, тоже признана лучшей в мире. Несмотря на всю внешнеполитическую ситуацию, которая сейчас творится в мире. Я думаю, следующий год будет исполнение всех желаний. Я постараюсь для этого сделать все. Я ведь символ следующего года. Будет много яркого и интересного. То, что год 2015-й будет непростым, понятно уже сейчас. Кризис, обвал рубля – повод для волнения, конечно, есть. Дед Мороз признался, что уже подключил чары на благо страны. Волшебник активно колдует над рублем. А вы не заметили, ему становится все лучше и лучше. Я не зря стараюсь. Не все, как говорится, подвластно с одного раза. Приходится. Жизнь такая тяжелая стала, даже волшебство порой не помогает. Остается надеяться, что чары нашего Деда Мороза – самые сильные. Главное – верить, как это делают дети. И научиться у них радоваться мелочам, даже когда приходится нелегко. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.